Ну что ж, товарищи, программа FL Studio 12, установочник для нее будет в ссылке под уроком, инструкция по установке будет соответственно там же, все необходимые плагины, которые вам в дальнейшем понадобятся, также есть в этом самом списке под уроком. Как все скачать и установить, там все будет написано, но опять-таки очень настаиваю на очень подробном прочтении этой самой инструкции, потому что если какой-то шаг пропустить или что-то не доглядеть, то вероятнее всего плагины, которые вы будете устанавливать, да и сама программа в целом может не запуститься, может что-то некорректно работать. Тем не менее, сейчас с вами ознакомимся вообще с интерфейсом, в целом как выглядит программа, что она позволяет сделать. После того, как вы установите программу и запустите ее, сразу же откроется тестовый проект. Ну в нем можно, конечно, покопаться, что-то потыкать, но смысла в этом особого я не вижу, так сказать. Просто посмотреть, как интерфейс этот выглядит, вы можете и в новом проекте. Как вообще это сделать? Чтобы новый проект открыть, слева наверху нажимаете файл и нажимаете new. Он создаст просто новый проект. Можно сделать другой вариант. Можно выбрать параметр new from template. Template это заранее заготовленная расстановка каких-либо инструментов. То есть, допустим, вот basic мы выбираем. Все, создался новый проект. В basic что предусмотрено? В basic предусмотрено 4 дорожки. Основных это ударные. То есть, вот такие ударные. То есть, изначальный набор из 4 ударных сэмплов. Сделано для чего? Сделано для того, чтобы вам можно было сразу же заранее, так сказать, нарисовать эту самую музыкальную дорожку построения ударных. Сейчас конкретно пару слов об окнах, которые здесь у нас на экране имеются. Во-первых, вот это окошко, где написано channel rack. Это список всех инструментов, всех сэмплов, всех вообще как-либо задействованных звуков в проекте. Они все выстраиваются здесь. То есть, соответственно, это окошко можно увеличивать. Можно добавлять еще различные сэмплы, инструменты. Соответственно, это окошко будет увеличиваться. Окошко справа, которое называется плейлист, это, соответственно, структура трека. То есть, допустим, мы создаем вот такой вот, скажем, бит. Просто без каких-либо изощрений. Создаем обычный бит и, соответственно, вот здесь вот в плейлисте будет строиться сам трек. Сейчас покажу, как вообще обращаться с вот этими вот как раз замечательными квадратиками, что являются паттернами. Что такое паттерн? Это вот как раз то, что мы рисуем здесь. Здесь вот четырехтактовый такой вот ударный паттерн. То, соответственно, мы можем переносить уже на общий плейлист проекта. То есть, соответственно, я могу еще, еще и еще рисовать их где угодно. И, соответственно, они будут играть по мере того, как они выстроены. И еще одно очень важное окошко. Миксер. Обычно призывается по ввелению кнопочки F9. Что здесь? Здесь, скажем так, из всего инструментария, это окошко очень важно для того, чтобы выровнять звук. Создать его таким, каким он, соответственно, нужен. То есть, применить к нему различные фильтры, различные настройки. С этим делом, как обращаться, я вам тоже, соответственно, покажу. Но совсем по порядку. Начнем с самого простого. Как вообще, в принципе, создать ударную дорожку, к примеру. Вот как я и показал. То есть, у нас есть окошко Channel Rack. Делаем следующее. Если нам нужно, допустим, сделать такой коротенький ударный сэмпл, вот как здесь. То есть, он в 4 такта идет. Если нам нужен такой короткий сэмпл, мы делаем, что? Допустим, нам нужен кик. То есть, вот такой вот ударный. Нажимаем вот на эту дорожку правой кнопкой. Открывается отдельно окно. Называется Piano Roll. Piano Roll это что? Это, скажем так, нотное построение в количестве 10 октав. Вам не обязательно иметь музыкальное образование. У меня вот, например, его нет. И я спокойно уже сейчас ориентируюсь в нотах. Так сказать, примерно понимаю все равно, что есть что, какой звук издаст и так далее. Но пока что для ударных особо морочиться, так сказать, не нужно. Все, что нам нужно, это выстроить именно конкретную бит-дорожку. Делается как? Изначально у нас трек строится по тактам. То есть, у нас вот сейчас 4 такта. То есть, здесь вот идет разделение сверху от 1 до 2. Это 4 такта. Видно даже то, что вот оно разделяется. То есть, звучит как... Все. То есть, вот это вот у нас идут 4 такта. Соответственно, можно продлить до 8, до 12, до 16. И какой длины нужен, собственно, этот паттерн, так можете и продлевать. Делается следующим образом. Piano Roll мы открываем, выбираем инструмент карандашик. Вот он здесь прямо в самом Piano Roll располагается. И рисуем, соответственно. То есть, ударные желательно все держать на клавише C, C5. Это их стандартная привязка. Потому что, если вы будете, допустим, на октаву выше, C6, играть, то вы слышите, да, звук другой. То есть, это меняется ее скорость воспроизведения, чем выше, ниже и так далее. Но у ударных желательно держать все вот на C5. Вот на этой клавише. Соответственно, мы выстроили с вами вот kick основной. То есть, да. Все. Играет kick. Добавляем после этого, ну, те же самые хэты. Хэт это что? Это звук тарелок. Закрытая тарелка. И выстраиваем его как-нибудь вот так вот, по-простому. То есть. Все. Это стандартнее некуда. Это везде такое используется. И такой бит. С этого начинают, так сказать. А как ломаный бит создавать и прочее, это я могу дальше объяснить. Потому что, вот то, что сейчас мы с вами рассматриваем, это прям основа основ. Основе некуда. И, собственно, добавляем тоже второй по важности. Точнее, уже получается третий по важности бит. Это snare. То есть, это такой вот хлопок. И выставляем вот таким вот образом. То есть, как у нас идет. То есть, вот получается kick 4 штучки. Head тоже 4 штучки после кика. И snare повторяется на каждом втором такте кика. Получается вот такой вот. Все. Стандартнейший бит. Это проще уже не бывает. С остальным заморачиваться пока не нужно. Там clap можно добавить, если, допустим, хочется. Также на каждый второй kick. Посочнее. Просто, напросто, звук становится. Вот и все. Это именно стандартный набор. То есть, все, с чего начинается проект, это ударные. То есть, ничего больше в проекте у вас не будет иметься, пока вы сами, соответственно, это не добавите. Как вообще обращаться вот с этими иконками. Вот сэмплеры это называется. Допустим, если вам нужно откопировать ударные, то просто-напросто правой кнопочкой на нужном вам сэмпле нажимаете и нажимаете клоун. Все. Он сразу же создаст вторую такую же, назовет ее, соответственно. И это абсолютно одинаковые ячейки. Удалить их, соответственно, так же. Правой кнопкой, как я сейчас сделал. Delete. Все. Удаляем. Единственное, что если вы удаляете сэмпл отсюда, то есть из Channel Rack, то он удалится вообще с проекта целиком. То есть если он у вас где-то был задействован, он удаляется вообще с концами. С этим надо осторожнее быть. И волшебным сочетанием клавиш Ctrl Z это обратно не вернуть. То есть если он стерт, то все, то он стерт насмерть. Еще пару слов скажу конкретно про Channel Rack. Как вообще обращаться с ним. Есть тут два замечательных бегунка. Это громкость канала и панорамирование канала. То есть можно перегнать, допустим, как вот сейчас панорама стоит посередине. Она делает, что это, скажем так, в наушниках это наиболее ощутимо. То есть если, допустим, я панораму кика перегоняю далеко влево, то он играет где-то там далеко влево. То есть так же, соответственно, если вправо, то играет вправо. Очень удобный инструмент. Потом объясню, зачем он понадобится. Ну и, соответственно, громкость также. Стоит обычно она на 80% по умолчанию. Ну и можете его передвигать, как вам нужно. Максимум 100%. Если потом еще понадобится громче сделать, я покажу, как это делается. Но изначально оно стоит на 80%, можно не трогать. Потом, если нужно, пожалуйста, делайте тише, делайте громче. Следующее, что у нас есть, это, собственно, панель управления плейлистом. То есть она у нас наверху располагается. Кнопка плей, соответственно, воспроизводит то, что у нас имеется в channel rack в паттерне. Если вы, допустим, вот как здесь сейчас, если переключить вот эту кнопку, она переключается между плейлистом. То есть вот этим окном, основным, именно нашим треком. И переключается между паттерном. То есть, если хотите паттерн послушать, кнопочку надо нажать, чтобы она вот так вот оранжевым светом горела. И, соответственно, он будет воспроизводить только вот эту одну дорожку. Если надо весь трек, отжимаете. И все. И дорожка у нас пошла именно с самого трека. Еще один важный момент. Темп песни. Как он меняется? Изначально по стандарту стоит 130 ударов в минуту. То есть это вот у нас такой достаточно быстрый резвый ритм. Если нам нужно быстрее, соответственно, мы берем вот этот вот замечательный индикатор, меняем. И повышаем. По стилям, скажем так, я могу вам в дальнейшем сделать небольшой список с примерными параметрами удара в минуту для каждого стиля. То есть у хаоса там, допустим, 150 ударов в минуту. У транса тоже 150, но при этом построение ударных совсем другое. У драм и бейса обычно 170, вот как сейчас выставлено. Есть 172, 175, 174. То есть это варьируется. То есть вот эти вот количество ударов в минуту, это примерно. Примерно. То есть всегда можно подстроить под себя, как нужно будет. У того же там дабстепа у него от 90 до 128 и также вплоть до 170 ударов в минуту доходит вот этот вот параметр. То есть вот сейчас мы подняли до 170 и в итоге играет очень быстро. Если мы там опустим до 96, к примеру. Все, соответственно, трек будет играть медленно. Но мы вернем сейчас до 130. Не будем возвращаться над этим. Далее у нас окошко справа идет замечательное важное окно, в котором есть кнопка вот эта вот замечательная. Тайпинг-кейборд у пиано-кейборд. Делается что? Если, допустим, у вас нет миди-клавиатуры. А ее чаще всего нет. У меня она вот лежит сбоку, смотрит на меня грустными глазами, потому что я ее пока не пользуюсь. Чаще всего миди-клавиатуры у людей не бывает. Если, допустим, у вас ее нет, то вот эта кнопка, эта опция, она что делает? Она позволяет на обычной клавиатуре играть, как на пианино. Пользоваться сложновато, привыкнуть сложно, но в то же время какую-нибудь простейшую мелодию наиграть позволяет. То есть я вам покажу картинку, на экране вам выведу, какие клавиши при игре на именно клавиатуре задействованы. И какой звук, какую ноту воспроизводят. Остальные кнопки в этом окне пока нам не понадобятся. В дальнейшем объясню, как работать. Главное, вот этот вот бегунок запомнить. Он очень важен и очень потом в дальнейшем пригодится. Далее у нас идет окошко таймера. Это просто-напросто показывает, на какой секунде в треке мы находимся. Также можно менять вид, соответственно. Как будет идти отсчет? Ну, я предпочитаю вот такой вот посекундный до миллисекунд включительно. Следующее окошко — паттерны. Вот как раз про паттерны я хотел очень важную вещь сказать. То, что мы здесь рисуем. Вот это вот мы биты нарисовали, да? Первый наш паттерн. Вот он здесь обозначен. Паттерн 1. Если нам нужно выстроить трек из... Понятное дело, нам нужно несколько паттернов с разными инструментами, чтобы все звучало отдельно, а не все вот в одном окошечке вот так вот выглядело. Делается как? Мы просто нажимаем плюсик, он создает паттерн номер 2. Можем его обозвать как-нибудь раз-два-три, там, к примеру. Все, он создаст паттерн под номером раз-два-три. И дальше, соответственно, можно создать еще, еще и еще, просто давая ему новые названия. Вот. Чтобы отредактировать этот новый созданный паттерн, мы просто на него два раза нажимаем, и все. И открывается окошко в Channel Rack. Пустое. То есть мы ничего туда не вносили. Никаких изменений. И, соответственно, в этом же окошке мы можем делать что-нибудь другое. То есть у нас там, конечно, бит уже выстроен, но сам факт. То есть здесь мы, допустим, можем... Что-нибудь вот такое вот создать. И вот, пожалуйста, отдельный паттерн под номером раз-два-три будет уже у нас на второй дорожке здесь находиться. Немного промазал с ритмом. Бывает. Все. Получилось вот что. То есть вот у нас играют хеты просто на втором канале. Отделенно. Все. А вот когда несколько паттернов играют одновременно, ну, соответственно, из этого у нас трек и будет строиться. Без этого никак. Потому что в одном паттерне весь трек нарисовать просто-напросто физически невозможно, потому что вы голову все сломаете, пока будете его редактировать. Потому что это сейчас она... Вот эти паттерны у нас длятся всего 7 секунд. А весь трек там 2-3-4-минутный вы в одном паттерне просто физически не выстроите. Далее у нас окошки идут. Монитора. Это показывается звук. То есть частоты, какие задействованы. Ну, сейчас вот видно, понятно дело, из-за того, что у нас очень много хлопков, хетов, снейров. Они в основном играют по высоким частотам. Конкретно про частоты и про эквализацию. Я понимаю сейчас, может этот термин ни о чем не говорит, но об этих параметрах я в дальнейшем скажу, потому что при создании трека это тоже очень важно, чтобы звук был не зажатый. Просто-напросто. Это окно показывает забитость частот. Сейчас видим высокие и низкие играют. То есть, если мы, допустим, обратим внимание, вот кик. Вот он играет в основном по низким частотам. То есть это, скажем так, басы басят. Низкие частоты это басы. Высокие частоты это пилищие, скрипящие, пищащие вот такие звуки. Соответственно, все остальные клэпы, хетов, снейры, они все играют по высоким частотам. Ну и сочетание вот как раз занимают все нужные нам частоты. Следующее окошко. Это, собственно, панель управления просто-напросто. То есть можно здесь с помощью вот этой кнопки вызвать пианоролл, можно вызвать ченнелрек, можно открыть-закрыть плейлист самого трека. Ну и еще несколько опций, которые тоже пока что нам не понадобятся. Ну и еще главная вот кнопочка миксера. Вот в остальном пока нам ничего здесь больше не нужно будет. Это окошечко еще одно показывает, насколько загружен у вас компьютер. То есть слабенький компьютер здесь не подходит, естественно. Нужно, ну как-то желательно, чтобы ну хотя бы 8 гигабайт оперативной памяти при этом имелось. И достаточно производительный процессор. Вот, но тем не менее, сейчас он мне показывает, что в данный момент он у меня занял 2,5 тысячи мегабайт оперативной памяти. Это уже немало, сами понимаете. То есть слабенький компьютер, он сложновато будет тянуть эту программу. Ну и остальные кнопочки, они уже не настолько важные, скажем так. Это кнопочка undo, это вернуть то, что последнее созданное, так сказать, действие проведенное. Просто нажимаете, оно возвращается. Ну, та же самая кнопка ctrl-z. Эта кнопочка вызывает редактор аудио. В дальнейшем конкретно расскажу про него, про него вообще отдельный урок нужно проводить, потому что инструмент очень сильный, достаточно важный. Это что касается именно интерфейса нашего верхнего, наших плейлистов и прочего. Сейчас конкретно про каждую, про каждое окошко, когда буду рассказывать, буду конкретно говорить про инструменты и как с ними вообще обращаться. Итак, повторим, опять-таки, самые важные вещи. Это паттерны, то есть channel rack. Нам нужно понимать, из чего мы делаем трек, из чего мы его строим. Нам нужно видеть список инструментов, которые мы используем. И все это находится в окошке channel rack. Как добавить какие-то новые инструменты? Как добавить новые звуки? Ну, во-первых, скажу сразу, в ссылочке под уроком, то, что вы найдете там, будет несколько библиотек сэмплов. Сэмпл это что? Это звуки. То есть, грубо говоря, вот с нейр мы выбираем, и открывается отдельное окошечко именно самого звука. То есть, вот он. Это его дорожка. У него левую кнопку нажимаете, он вам воспроизводит, что это за звук вообще такой, и как с ним обращаться. Сделать здесь можно следующее. То есть, когда вы открываете новый звук, у вас будет, собственно, вот это вот отдельное окошко. Справа можете наблюдать вот важные достаточно инструменты. То есть, тут можно сделать что? Нормализировать звук. Эта кнопочка обычно позволяет, если, допустим, у вас весь трек очень громкий, и конкретно вот этого сэмпла не слышно, можете нажать Normalize, и он изменяет громкость звука автоматически. То есть, подгоняет так, чтобы его было слышно. Честно, я этим делом пользоваться не люблю, потому что частенько трек сам не понимает, насколько громкий должен быть этот звук. Поэтому вы самостоятельно его обычно изменяете. Следующий параметр — это Reverse. То есть, если вы выбираете Reverse, то, как видите, звук играет задом наперед. Очень полезная штучка, тоже в дальнейшем пригодится, и она, в принципе, всегда пригождается при редактировании трека. Далее есть параметр Reverse Polarity. Видите, честно, пользоваться для ударных ей бесполезно, потому что все, что она делает, это зеркально отражает частоты, как вот сейчас они расположены. То есть, она их просто переворачивает. В принципе, для ударных штука бесполезная. Вот для инструментов типа пищалок каких-нибудь или басов, это, в принципе, в дальнейшем пригождается. Но, опять-таки, только для сэмплов. Fade Stereo позволяет... Вот следующий как раз наш параметр. Fade Stereo позволяет перегонять звук, то есть, из Mono в Stereo. Что он делает? Mono — это играется, скажем, посередине. Звук идет посередине, то есть, равномерно слышен в левом и в правом ухе. Если мы выбираем параметр Fade Stereo, то, скажем так, с середины этот звук убирается и разгоняется ровно влево и ровно вправо. То есть, конкретно такой стереорежим. Тоже так же для ударных не рекомендую, но, опять-таки, эта опция есть, значит, она в дальнейшем пригодится. Swap Stereo меняет просто-напросто правый канал с левыми местами. Это как вот просто-напросто зеркальное отражение. То есть, если мы панораму перегоняем влево, нажимаем Swap Stereo, он просто-напросто сделал то же самое, только перегнал панораму в право. Все. Далее, что у нас есть? Вот эти бегунки управляются, как вы левой кнопкой просто на них зажимаете и перетаскиваете. Бегунок In позволяет понизить звук при входе, так сказать, при атаке сэмпла. То есть, изначально вот этот звук, то, что щелчок такой, это атака. То есть, вот это вот первые несколько частот, то, что у нас здесь появляется, это атака. Эту самую атаку можно зажать. То есть, слышали, да? Четкость звука меняется, меняется громкость. И, соответственно, так же можно сделать с выходом. То есть, вот это вот дело называется хвостик. То, что после середины идет у ударных, это хвостик. Этот хвостик можно подрубить, и звук будет намного резче. То есть, здесь он у нас стучит, и доля секунды еще продолжается. Можно ему хвост обрубить, и он будет просто стучать раз, и все, и пропадает. Пого, скажем так, это называется пинг-понг эффект. То есть, если мы перегоняем влево, то звук становится ниже на буквально октаву, и при этом становится более такой, ну, соответственно, низкий. Перегоняем вправо, звук становится выше, на октаву выше, и, соответственно, звук такой же. Следующий бегунок кроссфейт, что он делает? Скажем так, если вы, допустим, хотите, чтобы звук вот не раз сыграл, а продолжался еще какое-то время, вот этот кроссфейт можно как раз-таки применять. То есть, что делает вот этот кроссфейт? Он прицепляет хвост и позволяет, зажав, так сказать, одну нотку, сделать так, чтобы она продолжала играть снова и снова. То есть... Иногда полезный инструмент, на самом деле, тоже для переходов в треках очень подходит. Именно использовать на ударах, на каких-либо музыкальных инструментах, это будет очень жутко звучать, поверьте мне. Ну и последний бегунок, трим. Это просто-напросто инструмент автоматического подрезания места, где частоты уже отсутствуют. Ну, то есть, чуть-чуть даже перетаскивая этот бегунок, все, хвост сразу же подрубится. Вообще, в принципе, нашему уху это будет недоступно услышать, это просто-напросто убираются частоты, которых нет. Все. То есть, делается, короче, сам сэмпл. Все. Это, собственно, самые важные элементы окошка, именно редактирование самого сэмпла. Вернемся к окошку Channel Rec. Как добавить новый инструмент? Мы выбираем слева наверху, в этом же окне, Channel Options, и выбираем Add One. Собственно, когда вы этот Add One наводите, тут открывается весь список инструментов, которые имеются у вас сейчас в программе. у меня тут добавлено минимум 4 плагина. Вот они здесь как раз и располагаются. Даже больше получается. Раз, два, три, пять, шесть. Шесть у меня аж плагинов. И еще два для миксера. Это немного, на самом деле. Это немного. Но висит они достаточно много, поэтому качайте уже то, что там в ссылках есть, и устанавливайте, потому что это нам в дальнейшем все пригодится. То есть тут у нас располагается весь набор инструментов, которые нам нужны. Те же ударные, которые у нас в самом начале имеются, они были созданы с помощью инструмента Sampler. То есть мы его открываем, все, и он появляется в списке Sampler. Тут у нас вот то же самое окно открывается, то, что я вам показывал, то, что вот здесь Snare мы редактировали с вами. Sampler — это, по сути, просто пустой вот такой окошечко, и вы должны выбрать, какой звук будет этот сэмплер воспроизводить. Делается как? Собственно, в этом же окне, в строчке «Файл». В данный момент вот написано «None». Ничего не выбрано. Мы нажимаем вот эту кнопку «Загрузить файл». И, соответственно, ищем папку, где у нас будут лежать какие-то конкретные сэмплы. У меня вот, допустим, это в папке «Загрузки» лежит. Допустим, мы хотим открыть эффекты, импакты. Когда вы будете выбирать звук, он будет вам сразу же его воспроизводить. Допустим, вот такой мы звук хотим. Вот, все. То есть мы выбрали, и в сэмплер моментально сразу же загружается этот самый звук. И, соответственно, как только вы этот звук загрузили, вы в дальнейшем его можете также использовать, как и все остальные загруженные в Channel Rack звуки. То есть также нажимаем любую из клавиш на раскладке. Ну, желательно, опять-таки, тоже придерживаться для ударных. Это C5. Соответственно, он будет играть. Играть, соответственно, будет вот как у нас в паттерне он и выставлен. Можно даже его чуть потише сделать. Ну, и, соответственно, в плейлисте самого трека он у нас вот на первом паттерне так и будет присутствовать. Если он нужен на втором, соответственно, так же делаем на втором. Куда угодно его тут впихиваем. Все, он будет присутствовать, собственно, и на других паттернах. Следующее, что нам нужно добавить, это вас, к примеру, да. Пользоваться будем сразу же теми плагинами, которыми пользуюсь я. И в дальнейшем я вам буду показывать, рассказывать, как с ними тоже обращаться. Для того, чтобы добавить еще один инструмент, также нажимаем на стрелочку слева сверху, выбираем add-on и выбираем в дальнейшем то, что вы себе все установите. Плагин называется Serum. Serum X64 или X86 в зависимости от того, какая у вас система. Это при установке тоже будет все написано, расписано. Будет очень важно это дело все соблюсти. Сейчас, чтобы время не терять, чтобы там звук новый не создавать, я просто-напросто выберу из списка уже имеющихся. Тут изначально практически в каждом плагине есть начальный набор звуков, то есть готовые. Их обычно немного, но, так сказать, для тех, кто только-только начинает этим плагином и вообще программой для написания музыки пользоваться, это, в принципе, подойдет. Плюс любые звуки открыты, вы также можете в любом случае изменять. Вот, то есть Serum у нас открыл звук. Вот так вот он звучит. И опять-таки напоминаю то, что если вы включите вот этот параметр typing keyboard to piano keyboard, это позволяет играть на клавиатуре, которая у нас обычная с буковками, играть так же, как и на обычном пианино, скажем так. И делаем следующее. Вот мы третий паттерн мы открыли, он у нас пустой. Выбираем на списке Channel Rack Serum, то есть правой кнопочкой нажимаем на вот этой дорожке, и у нас откроется отдельное окно Piano Roll для этого самого Serum. Вот, нажимая на клавиши на клавиатуре, вы можете видеть, соответственно, на какие клавиши вы попадаете, на какие ноты. Ну и, соответственно, можно простейшую какую-нибудь просто бас-линию прописать. Еще вот как раз на примере баса я вам покажу, как можно редактировать вот эти самые блоки, которые мы здесь выстраиваем. Во-первых, очень рекомендую сделать привязку к шагам, то есть вот как сейчас я таскаю за самый краешек этой нотки, и она цепляется прямиком, как видите, да, до границы каждого шага. Делается это как? В окне Piano Roll, наверху слева, будет вот такой магнит нарисован. На него нажимаете, и, соответственно, можете выбрать привязку к чему-либо. Я обычно ставлю на 1-2 шага, то есть это вот по одному такому шажку она добавляет. Можно поставить там на 1-6 и можно будет... Извиняюсь. На 1-6 и можно будет намного подробнее вот так вот редактировать. То есть этот шаг можно сделать, допустим, совсем вот таким вот малюсеньким. Это будет звучать вообще никак, потому что он слишком короткий для воспроизведения. Если, допустим, вот такой длины, в принципе, нормально. Вот, то есть я обычно на 1-2 степ ставлю и все, и не заморачиваюсь над этим делом. Но, опять-таки, если, допустим, нужно будет как-то изменить, там, 1-2 бита поставить, например, он будет сразу же вот такими большими шагами добавлять. Вот, опять-таки, кому как удобно, это все можно сразу же переключить, соответственно, редактировать как захотите. Ну и, соответственно, чтобы увеличить длину ноты, просто-напросто оттягиваем ее краешек. Вот и все. И тянем, докуда нам нужно. То есть если мы вот сейчас выбрали на 4 такта, удлинили на 4 такта ноту, соответственно, она и будет себе 4 такта играть. Вот так и будет пилить. Вот, но мы с вами выстроим такую простую. Вот такую дорожку мы с вами выстроили. Как звучать она будет? Сейчас послушаем. Все, то есть вот так вот она у нас играет. Это один паттерн, получается. Закрываем пиано ролл. Все, убрали. Для того, чтобы на плейлист добавить нужный вам паттерн, нужно, во-первых, сперва на него переключиться. То есть, допустим, если мы выбираем первый, то и в плейлист будет добавляться первый. Выбираем 123, то, что мы создали, будет он вставляться. Соответственно, то, что нам нужно, это бас. То есть третий паттерн мы его выбираем. И левый кнопочек вот так вот, выбрав карандашик, соответственно, подставляем. К слову, в плейлисте также можно сделать вот этот магнит. То есть можно сделать шаги там по биту, допустим. Это вообще будут вот такие большие, большими ячейками цепляться. Ну, у меня также здесь стоит одна вторая степа, чтобы более точно можно было вставлять вот эти самые у нас паттерны. Потому что порой бывает, если, допустим, один паттерн куда-нибудь так вот слегка заедет, то это уже получается сбой с ритма. А вы можете этого просто не заметить. Вот как-нибудь там вот так вот оно будет висеть, а вы этого не увидите, и бас будет играть не по такту, ударные будут играть не по такту. Это будет слышно. Вот, поэтому магнит всегда ставьте, ну, допустим, вот на степ или бит, или одну вторую степ, одну вторую бита. Соответственно, чем ниже, тем дальше шаги будут. То есть если мы бит выбираем, вот как вы видели, да, то есть прям по одному такту сразу же перескакивает. Мы с вами выстроили на 4 удара, на 4 такта, вот вплоть до 5-го дорожку. Ну и, соответственно, просто послушаем, как это все звучит. Понимаю, звучит это все пока очень странно и непонятно, и как из этого потом делать трек тоже сложновато, но опять-таки с этого начинается как раз все. Вот, чуть-чуть поменяли ноты. Еще что хотел сказать. В самом плейлисте для того, чтобы, допустим, вам не рисовать один и тот же паттерн вот таким вот образом, то есть подвигать один к другому, есть такой инструмент, кисточка называется. Вот, ее выбираете. На любом месте, собственно, на дорожке в плейлисте нажимаете левой кнопкой и тащите просто вбок. Все, он рисует вот такие же одинаковые паттерны на протяжении всего от... на протяжении всей той длины, которая вам, собственно, нужна. Очень удобно. И для того, чтобы убрать вообще из плейлиста какой-либо паттерн, просто правую кнопочку зажимаете, у вас курсор становится таким красным, и на любой наехавший паттерн, вот так вот, он будет удаляться. То есть раз, все, удалили. Или либо на него сразу наводите правой кнопкой, и все, он убирается сразу. Вернуть, соответственно, так же можно, вот нажав на кнопочку undo. Ну, в данный момент это нам не нужно. Далее, какие у нас инструменты идут? Собственно, сам инструмент delete, это именно удаление, то есть, ну, заранее вот так вот нажимается. Ну, мне проще намного правой кнопкой просто зажать, удалить то, что мне не нужно. Следующий инструмент это mute. Он позволяет сделать что? Он позволяет заткнуть некоторые паттерны, то есть, они, допустим, играют, и чтобы их совсем не удалять, вы можете просто их замьютить, и они не будут при этом воспроизводиться. То есть... То есть, вот так же просто они проводите по ними, они серыми становятся, все, их не слышно, соответственно. Далее. Инструмент sleep делает что? О, вот вы паттерн создали, и, допустим, вот тут же... Сейчас вот это вот мы все с вами уберем. Создадим вот один паттерн, да, третий вот, то, что мы с вами редактировали. Он у нас идет на 4 такта, а мы, допустим, еще рисуем дальше. Куда-нибудь. Ну, вот, допустим, до сюда, то есть у нас на 8 тактов получается один паттерн, инструмент, соответственно, вот этот slip, что он делает. Если мы, допустим, берем вот этот паттерн, подрезаем его до середины, также просто за краешек его хватаете, и тащите куда нужно. Инструмент slip, он позволяет делать как? Он позволяет не резать вот эти углы у паттерна, а позволяет прямо в нем передвигать ноты. То есть он у нас на 8 тактов был, то, что мы вот создали до тройки, он будет идти. Соответственно, вот он так до тройки, он так и идет. Но, допустим, нам нужно вот в этом моменте, момент, где он идет со второго по третий такт. Вот, то есть мы просто этим slip взяли и передвинули ноты. Вот как у нас оставшаяся часть. Вот она. Вот как раз следующий инструмент, slice, разрез. То есть мы берем, выбираем slice, тащим сверху вниз или снизу вверх, кому как удобно. Делает он следующий. Он просто-напросто разрубит все задетые паттерны. То есть у нас их, если несколько штук будет стоять, то вот этот slice, он воздействует на все абсолютно паттерны, которые он заденет. Следующий инструмент, select. Select, это тоже полезная в редактировании штука, позволяет просто-напросто выделять нужные паттерны. То есть он так вот цепляется, просто выделяете, которые нужны. Красным, соответственно, выделены те, что вы выделили. Чтобы там конкретно один, еще, допустим, выбрать паттерн, вы просто shift зажимаете и левую кнопочку еще добавляете при выбранном инструменте select. Нажимаете просто на другие паттерны и, соответственно, также их выделяете. Zoom, ну, соответственно, это Zoom. То есть, допустим, если мне нужно приблизить вот до вот этих квадратов, я их, собственно, выделяю, и вот мы приехали, собственно, к этому моменту. Но проще мне лично управляться как? Если вы, допустим, колесо крутите, то у вас просто дорожки вниз-вверх едут. То есть там вот трек 11, 12, 13. Вот у нас первый, второй, третий нужен. Мне проще, как обращаться. Если зажимаете Ctrl и крутите колесо, у вас будет Zoom идти в обратную сторону. Если еще зажимаете Alt, то у вас будут уменьшаться, соответственно, вот эти самые дорожки. Сейчас покажу вживую, так сказать, на примере. Вот, то есть у нас две дорожки есть. Ctrl зажимаю, кручу колесо. Я приблизил. Alt зажимаю, кручу колесо вверх. То дорожки вот так вот расширятся. То есть это для более детального такого рассматривания. Ну, я лично предпочитаю вот в таком вот режиме работать, когда паттернов много, когда все легко можно разглядеть. Но для более, естественно, детального редактирования нужно с помощью Ctrl и колесико приблизиться. Ну, и там же подгонять, так сказать, по мелочи все, что там остается. И следующий инструмент после зума идет плейбэк. Он что делает? Вы просто на любом месте в паттерне нажимаете, и он его воспроизводит. То есть, допустим, если вам нужно послушать, как звучит конкретный инструмент, конкретный паттерн, точнее, в определенном моменте трека, но при этом попутно с ним играют еще несколько инструментов, вам его не слышно, просто вы выделяете плейбэк и нажимаете на этот нужный паттерн. Он все остальные заглушает в этот момент, как видите, вот мьют на них висит автоматически. И все, и вы можете слушать, собственно, все, что содержится в нужном вам паттерне. И рассмотрим сразу инструменты, которые у нас имеются в пиано-роле. То есть, это окно, где вы, соответственно, ноты рисуете для какого-то определенного инструмента. Тут все практически то же самое, что и в плейлисте. То есть, карандашик у нас создает отдельную нотку, которую вы можете вытаскивать куда угодно. Кисточка у нас делает, что если это кисточка без плюса, то все ноты, которые у нас вот здесь вот записаны, она будет располагать в одной линии. То есть, это, грубо говоря, вот так вот я рисую туда-сюда, она все их перемещает. А если это кисточка с плюсом, то это будет создаваться отдельная дорожка. Далее, также инструмент Delete, удаление. Но и делается также здесь правой кнопочкой мышки. Просто перетаскиваете правой кнопкой и удаляете то, что вам не нужно. Также есть инструмент Mute. То есть, можно некоторые ноты заткнуть, чтобы они не играли. То есть, они сереньким и таким будут отмечены. Инструмент Slice. То есть, также абсолютно можно разрубить нотку пополам. Но инструмент Select, это, соответственно, как вы понимаете, выбор. То есть, выделение всех нужных вам нот, зуммирование и также плейбэк. То есть, инструменты практически ничем от плейлиста не отличаются. Только единственное, что в плейлисте вы редактируете уже готовый паттерн, а в Piano Roll вы редактируете именно нотки, по которым будет играть определенный инструмент. Продолжение следует... Продолжение следует...